Саламастарна, пруметотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я свой эфир хотел посвятить похищению и пыткам, которые подвергаются и подвергаются лидер общественного движения Атажур Сергею Жан Беляш. 10 марта Сергею Жан Беляш был захвачен в Алма-Ате в гостинице, затем спецрейсом вывезен в Астану. Я хотел бы проинформировать, что это движение достаточно известное, и основная деятельность ее связана с защитой интересов мусульман и казахов, которые находятся на территории Китая, в Синьцзян-Будьбурском отхановом районе, в Суаре. В последние буквально полгода стало более детально известно, что на территории Суар китайское правительство организовало специальные концлагеря, которых содержится по разным оценкам до 2 миллионов человек. В основном в этих лагерях находятся уйбуры, казахи, крыгызы. Это именно та часть населения, которая проживает в Суаре. По разным оценкам, в казахах там проживает около 3 миллионов человек, и опять же из различных источников поступает информация, что в этих лагерях именно казах содержится до полумиллиона человек. И именно общественное движение Атажур во главе с Сергеем Жаном Беляшем активно поднимало эти проблемы. Сейчас известно, что именно Соединенные Штаты Америки, Госдепартамент США оказывает сильнейшее давление на правительство Китая, чтобы были раскрыты данные о создании таких концлагерей. Это концлагеря по принципу фашистской Германии. Когда людей преследуют за их религиозные убеждения, за то, что эти люди не придерживаются, скажем, навязанной идеологии правительства Китая, фактически существует запрет на возможность изучения собственного языка. И это стало известно широко. И я знаю, что в Европарламенте выступали жертвы политического преследования. В этих лагерях идут пытки, преследования, принуждают людей петь определенные песни и есть ту пищу, которую мусульмане, как правило, обычно не едят. И сейчас информации становится все больше и больше. Так вот, я хотел бы в этой связи рассказать подробнее о Сергеем Жане Беляш. Я знаю, что он был вынужден в ночь перед захватом разместиться именно в гостинице Алматы, потому что к нему пришла информация, что его хотят убить. И опасаясь за свою жизнь, он остановился в отеле, где ночью он был захвачен. Как минимум 15 человек в масках ворвались к нему в номер. Он был избит. И в сети есть видео, что в номере, где он остановился, есть следы крови. Затем он был вывезен в Астану. И вот представляете, человек, который захвачен спецслужбами именно Комитета национальной безопасности, во главе с Каримом Асимовым, появляется какое-то видео, в котором он говорит, что он в Астане, просто он дает показания, его никто не пытал, не преследовал, не избивал. То есть будет ли человек делать такие заявления, если никто у него и не спрашивает. Тебя пытали, били и так далее. В связи с чем он это делает заявление? Это почерк спецслужб Казахстана, который регулярно захватывает общественных деятелей и подвергает их пыткам, избиениям, а затем принуждает этих людей делать заявление, что вот они никуда не потерялись, члены семьи, не переживайте. А на самом деле, вот я здесь просто даю какие-то показания. После того, как общество начало возмущаться, демократический выбор Казахстана тоже в этот момент сделал специальное заявление, которое заявило о поддержке Сергея Жанна Беляша. Стало известно, что его разместили под так называемый домашний арест. На самом деле, никакого домашнего ареста не было, чтобы все понимали. Домашний арест, если у человека есть жилье, или его это жилье предоставляет близкий друг, родственник и так далее. И очевидно, что никакого жилья, предоставленного другом его, не было. И опять же, из информированных источников, прямо из Комитета национальной безопасности, нам приходит информация, что это специальные такие тайные квартиры, которые последние как минимум 10 лет стали известны гражданам Казахстана, где Комитет национальной безопасности, по сути, похищает людей, содержит в этих специальных квартирах, таких подпольных квартирах, и людей подвергает пыткам, избиениям и так далее. И по нашей информации, Сержан Беляш был несколько раз избит. Его принуждали сделать следующее действие. Первое. Его заставляли, чтобы он сделал заявление, которым он должен был обвинить Облязова провокатором, что якобы Облязов призывает Романов выйти на митинг 22 марта. В этом заявлении он говорит, что я не знаю Облязова, но если человек не знает Облязова, то зачем он делает такие заявления? И он эти заявления сделал. Сегодня утром распространилось видео, в котором он объясняет, почему он сделал это видео. Второе. В этом видео говорится, что Комитет национальной безопасности принуждал, чтобы он отказался от своего адвоката Айман Умарова под видом того, что якобы Айман Умарова адвокат Мухтара Блязова, что неправда. Я никогда ее в жизни в глаза не видел, никогда с ней не разговаривал и так далее. И третье. Принципиальный момент, принципиальный, я хочу обратить ваше внимание, когда Комитет национальной безопасности добивался на видео, чтобы Сережан Беляш заявил, что он прекращает свою общественную деятельность, прекращает защищать казахов на территории Китая, которые преследуются китайским правительствам. Обратите внимание, это принципиальный момент. И это делали представители Комитета национальной безопасности. Общеизвестно, что Насултан Назарбаев имеет долю в бизнесе с китайскими, которые владеют почти 40% долей в нефтегазовом секторе. Это нефтедобывающие предприятия, это нефтеперерабатывающий завод Шимкенте, это другие предприятия. Сейчас на территории Казахстана, шаг за шагом, китайское правительство заводит около 51 завод. И эти заводы непрозрачно появляются в Казахстане, как-то тайно им подписывает Назарбаев специальным решением выдачу определенных месторождений, льгот, налоговые льготы и всякие разные другие льготы. По сути дела, это компании, в которых присутствует доля Назарбаева. И понятно, что этот человек, называемый себя президентом Республики Казахстан, по сути дела, попал в ситуацию, когда его бизнесу в Казахстане совместно с китайцами мешает это политическое движение отожил. Назарбаев не хочет защищать наших соотечественников на территории Китая. И вообще Назарбаев ни о ком не думает, кроме себя и своей семьи, хотя это его прямая обязанность, будучи президентом Казахстана, это прямая обязанность защищать всех граждан страны, включая наших соотечественников, которые находятся за пределами Казахстана. Вот, собственно, почему именно Сережан Беляш начал подвергаться преследованием за свою общественно-политическую деятельность. Офис Сережана Беляша захватен. В этом офисе были мешки информации, в буквальном смысле мешки, от тех пострадавших людей на территории Китая. Там описывались пытки и те страдания, которые испытывают наши соотечественники на территории Китая. В Казахстане у этих людей есть родственники. И, как вы понимаете, это, по сути дела, закрытая информация. Закрытая информация именно кто является родственниками на территории Казахстана. Именно через них получают информацию в этих мешках спецслужбы, получают доступ. Доступ к информации, кто же рассказывает о пытках. И ясно, что эти люди на территории Казахстана все будут подвергнуты преследованию, давлению, чтобы они прекратили поднимать эту тему преследованию наших соотечественников на территории Китая. Хотя там содержатся десятки, десятки тысяч наших соотечественников на территории Китая в концентрационных лагерях. Десятки тысяч. По разным оценкам до полумиллиона человек. И таким образом Назарбаев просто придает интересы нашей страны. Он не просто продает предприятия китайцам за бесцены. Он не просто так с ними сидит доли. Он не просто так от них получает наличные деньги. Я еще в 10-м году публиковал, что только от одной сделки с Ак-Тубе Манайгазом при продаже 25% Тимур Кулебаев получил на офшорные счета около 200 миллионов долларов США. Накупил себе самолеты, недвижимость и все прочее. И таких сделок на миллиарды и миллиарды долларов. И также вы слышите очень много информации, когда появляются те или иные китайские компании в разных регионах страны. Их встречают Акимы и они получают льготы. Поэтому, когда разные люди обращаются к Назарбаеву с просьбой защитить например, тоже Сережана Беляша, вы все должны знать, как можно обращаться к предателю интересов страны. Предателю национальных интересов. Предателю, который имеет с китайцами бизнес 50 на 50 практически во всех проектах. И, конечно, это не просто наивно, это просто горько наблюдать, что люди, которые сами же страдают от действий Нусултана Назарбаева, записывают видео и обращаются к этому предателю национальных интересов страны. Я даже говорю о сторонниках Атажурта, о сторонниках Сережана Беляша, которые вчера записывали обращение к Нусултану Назарбаеву. Именно он, именно он по сути выдал приказ о захвате и похищении Сережана Беляша, чтобы его били и пытали, чтобы именно он отказался, именно он отказался заниматься общественной деятельностью, чтобы именно он отказался вести это движение, которое защищает интересные наши соотечественники на территории Китая. Вчера было размещено видео, в котором Сережан Беляш говорил. Говорил о том, что якобы он считает оралманы не должны идти на митинг 22 марта. Я хочу сказать, что этот митинг не делится на оралманов, не оралманов. Этот митинг мы организовываем при поддержке всего народа, всех тех, кто считает, что этот режим обворовывает всех тех, которые хотят добиться справедливости. И поэтому мы не делим людей ни по национальному признаку, ни был ли он оралман, или есть. Мы обращаемся ко всем гражданам Казахстана. Так вот, комитетчики, комитет национальной безопасности принудил Серегжана сделать заявление на видео. После его многократных избиений он сделал заявление о том, что якобы оралманы не должны идти на митинг. Я хочу сказать, что по решению суда Серегжана Беляша разместили под домашний арест и требованием и условием решением суда было о том, что он не имеет права распространять информацию в социальной сети, записывать видео. Это специальное было решение. Так вот, комитетчики на самом деле это сделали. Вот представьте, что орган, государственный орган, комитет национальной безопасности, который должен думать в первую очередь о законе, о защите прав и интересах нашей страны, нашей страны граждан, о национальной безопасности, в первую очередь нарушает закон, заставляет человека записываться на видео, наплевав на решение суда, который прямо запрещает Сережану Беляшу делать видео различные. И вот, собственно, это видео будет использоваться для того, чтобы завтра обратиться в суд и сказать, что мы подписали процессуальное соглашение с Сережаном Беляшем, он во всем признался, он не будет защищать интересы казахов в Китае, он сказал, что не выходите на митинг, обратите внимание, все это делается прямое нарушение решения судей, прямое нарушение, поэтому это видео, которое комитет национальной безопасности распространил, вы должны ясно понимать, что оно не имеет никакой силы, то есть этот человек, Сережан Беляш, сделал заявление под пытками, и эта информация сейчас будет распространена по всем международным СМИ, безусловно, известные правозащитные международные организации, международные организации, другие, Европарламент, ОБСЕ и так далее, они все получат полную информацию о беспределах, которые творит Комитет национальной безопасности во главе с Каримом Асимовым, и мы все должны не питать никаких иллюзий, это все делается по приказу, Нурсултана Назарбаева, у которого прямые бизнес-отношения с правительством Китая, у которого есть доля и интерес, и поэтому все те, кто поднимает проблему казахов на территории Китая, они являются его врагами, и поэтому, уважаемые соотечественники, я считаю просто позор обращаться к преступнику, который дает указание пытать и бить, чтобы его просить остановить этот беспредел, мы должны добиться смены режима, добиться того, чтобы этот преступник сел в тюрьму, а не умолять его о том, чтобы он прекратил репрессии. Дело в том, что сейчас распространилась информация авторов доноса, именно доноса, я хочу сказать, которые требовали от Нурсултана Назарбаева, чтобы была прекращена деятельность общественного движения от Ажур. К сожалению, эти люди, которые себя называют так называемым национал-патриотами, они руками Нурсултана Назарбаева хотят закрыть рот тем, кто думает о наших соотечественных за пределами Казахстана. Они хотят так зарегулировать, чтобы они монопольно управляли так называемой правдой. Ясно, что эти люди, которые подписали заявление обращения к Назарбаеву, они действуют вместе с этим режимом. И когда они вам будут говорить какие-то истины, призывать куда-то, вы не должны им верить. Эти люди, по сути дела, предатели национальных интересов. Кто-то из них когда-то действительно говорил правду. К сожалению, очевидно, что эти люди просто продались. просто продались этому режиму. Продались за то, чтобы благополучно жить сейчас при этом режиме. Я сожалею, что некоторые ваши кумиры, которые только вчера казалось были лидером общественного мнения, они сегодня встали на сторону режима и по сути дела являются предателями национальных интересов страны. Я еще хотел бы откомментировать еще одного из такого так называемого национал-патриота Айдоса Сарыма, который тоже подписал это обращение к султану Назарбаеву. Это обращение мы перевели на русский язык, распространили, оно на казахском языке было сделано. Так вот, он заявляет, что нам нужно нашим соотечникам, которые живут в Китае, дать возможность переехать в Казахстан. И многие из вас тоже так думают, но о чем можно говорить и угад самому себя, обманывать самого с нашей соответственности с Айрегуль Саудбай, у которого семья находится внутри Казахстана, они являются гражданами, гражданами Казахстана, она не может получить политическое убежище, ей грозит опасность, что ее могут депортировать в Китай, и именно она была переводчиком в этих лагерях, и эта информация является секретной, секретной о том, что существуют лагеря, о том, что происходит пытки, и Саирегуль Саудбай рассказала о том, что происходит в этих лагерях, и сколько наших соотечественников в этих лагерях, как их пытают, и очевидно, что она будет там посажена как минимум в тюрьму, подвергнется пыткам, я не удивлюсь, что она там будет убита, и вы посмотрите, уже почти год наши государственные органы не дают ей политическое убежище, она сидела в тюрьме, это процесс затягивается и наше соответствие не получает политическое убежище, не то, что какая-то помощь со стороны государства, она даже не получает политическое убежище, и когда такие лицемеры, как Айдос Сарым говорят, что надо им дать возможность жить в Казахстане, о чем он говорит? Он прекрасно знает, что 400 тысяч оралманов, которые приехали из Китая, они ничем не были обеспечены, около 40 тысяч наших соотечественников, которые уже многие годы не могут получить просто гражданство, они прозябают, они могут найти работу, они перебиваются, о чем говорит этот так называемый национал-патриот, лицемер и по сути поддельник власти, который изображает, что он думает о народе, вы все должны знать в лицо, знать их имена, и важно их разоблачить, в 37 году такие люди писали доносы, и наш свет интеллигенции, казахской интеллигенции был уничтожен благодаря таким людям, к сожалению, многие из них вчерашние были вашими кумирами, и вот вам в итоге что происходит, происходит потому что молчим, потому что мы обманываем себя, Назарбаев не то что не думает о наших соотечественников за пределами Казахстана, которые проживают в Китае или где-то, он не думает о наших гражданах, наши граждане работают на предприятиях, владельцем которой являются китайцы, типа Ахтубе Мнайгаз, есть предприятие как Петро Казахстан, который работает на юге Казахстана, Шенкенский нефтеперерабатывающий завод, или в Казахстан Казахстан области нефтегазовое месторождение в Мангастауском регионе, так вот зарплата в Ахтубе и Казахстан вы можете спросить у нефтяников, они нам пишут, что они получают 100-120 тысяч тенге, когда даже такое предприятие как на тенге Шевройли получает от 300-500 тысяч тенге, то есть в несколько раз меньше, несколько раз меньше, я вам хочу напомнить, что нефтегазовое предприятие в мире нефтяники в среднем зарабатывает не менее 10 тысяч долларов в месяц, и все проблемы, которые существуют на китайских предприятиях так называемых, они идентичные, низкая заработная плата, китайские работники получают много раз больше, спрашивается, почему это происходит, потому что совладельцем этих предприятий является Нурсултан Назарбаев, потому что именно от китайской компании он получает долю, откаты сотнями миллионов долларов, он с ними сидит в бизнесе, в доле, и когда этот человек не защищает интересы наших граждан внутри страны, о чем можно его просить и надеяться, что он будет защищать интересы наших граждан за пределами страны, в прошлом году на съезде, в котором собрались представители диаспор казахов из разных стран мира, когда прозвучал вопрос о том, что существует конструкционное лагеря, Назарбаев лицемерно сказал, что он вообще не знает об этом, такое ощущение, что это не президент страны, а какой-то заблудший человек в наших степях, который впервые вообще в жизни вытащили на такого рода мероприятие, и это президент страны, и он такие же слова говорил, когда произошел расстрел Жан-Аузенцев, когда в декабре 2011 года Жан-Аузенцев расстреляли, он через короткое время приезжает Жан-Аузен и говорит, я вообще не знал, что такие проблемы есть, зачем нам такой президент, который во-первых лжет, во-вторых, который даже оказывается не знает, что происходит в стране, не знает о том, что каждый пишет об этих проблемах, которые существуют у наших соотечественников, именно у Назарбаева есть возможности влияния власть, чтобы повлиять на китайское правительство и прекратить тот беспредел, который осуществляется на территории Китая в отношении наших соотечественников, но он этого не делает, не было ни единой ноты протеста со стороны Министерства иностранных дел, не было ни одной беседы с руководителем Китая, хотя он туда часто летает, как себе домой. Поэтому я подробно рассказываю на этом примере, как себя ведет так называемый президент страны, Нусултан Назарбаев, которому многие продолжают обращаться, я считаю, позорно обращаться к человеку, который сам же дает приказы о преследовании, пытках, избиениях. и мы знаем, сейчас поступила вчера ночью информация, что по сути дела Сергея Беляшу просто угрожает, есть опасность его жизни. И мы эту информацию распространим достаточно широко. аудиозапись распространена Сергея Беляшев, когда он сказал, что его принудили подписать пустые бланки в отсутствие адвоката. Его принудили заявить, что он отказывается от адвоката Айману Марову. Вы должны знать, что отказ от адвоката возможен только в присутствии адвоката. Наши представители спецслужб до такой степени обнаглели, что просто открыто и нагло нарушает решение судьи, нарушает законодательство. И все им сходит с рук. Сходит с рук, потому что они выполняют волю на султана Назарбаева задавить всех тех, кто мешает его близким отношениям с правительством Китая, мешает развитию его личного бизнеса. Когда вы говорите, что нужно разбираться с китайцем на территории Казахстана, это ошибка. Они работают в Казахстане только потому, что этого добивается до султана Назарбаева. Они получают льготы не сами по себе, это он им дает. То есть проблема не в китайцах, проблема на султане Назарбаеве. Завтра, когда демократический выбор Казахстана придет к власти, будь то Китай или кто-то еще, они все будут находиться, работать в равных условиях. Мы будем проводить дружественную международную политику, когда и Китай, и Россия, и Узбекистан, и Кыргызстан будут нашими торговыми партнерами, у нас будут нормальные торговые отношения, международные договора будут исполняться, будут взаимные туристы, мы не пропагандируем враждебные отношения к какой-либо стране. Нет, мы говорим, что то, что сейчас происходит, это по сути дела кража национального достояния и предательство национальных интересов. Все эти страны, если будут работать в нашей стране, они будут работать в равных условиях, в равных конкурентных и открытых прозрачных условиях. Вот чего мы добиваемся, а не потому, что мы выстраиваем антикитайские настроения. 22 марта мы призываем наших сторонников выйти на митинг. Первое требование это материнский соцпакет, мы его озвучиваем, мы говорим о том, что пособия для детей должны выдаваться всем детям до 7 лет, не до одного года, а до 7 лет. Мы говорим и требуем, чтобы дети первых и четвертых классов были обеспечены бесплатным питанием в школах. Мы говорим, чтобы наши дети имели возможность получить бесплатное государственное среднеспециальное и высшее образование. Мы говорим, что наши студенты должны получать стипендию не менее 50 тысяч тенге. Мы также требуем, чтобы правительство выделило на каждого студента 30 тысяч тенге компенсацию, чтобы наши студенты иногородние имели возможность арендовать жилье. Мы делали оценку на всех студентов страны, даже если будет нуждающихся 100 тысяч человек, хотя правительство заявляет, что остро нуждающих всего лишь 17 тысяч. Мы говорим, пусть даже будет 100 тысяч человек. Это для страны будет стоить всего лишь менее 100 миллионов долларов в год. Это небольшие деньги. Они небольшие, особенно когда сравниваешь, например, как расходуют денежные средства, ворованные, между прочим, государственные, семья Нусултана Назарбаева, когда вторая дочь Нусултана Назарбаева, Динара Кулебаева, за один вечер на свой день рождения потратила 80 миллионов долларов США. За один вечер. И поэтому наши справедливые требования это правительство должно исполнить и дать студентам компенсацию на аренду жилья в период обучения. Также мы требуем бесплатного медицинского обслуживания государственных учреждений. Именно бесплатного, полноценного, не так, чтобы наши люди покупали сами лекарства, бинты и все прочее. Нет именно бесплатное медицинское обслуживание. Пакет материнский мы опубликовали. Это первое наше требование. Второе требование это кредитная амнистия и масштаб списания около 12-13 миллиардов долларов. Я в своих выступлениях уже говорил, что 12-13 миллиардов долларов единоразово Назарбаев просто украл из бюджета страны и влил такие банки как Каском 8 миллиардов затем Цеснобанк и все эти банки прямо были оформлены на первое на Тимура Кулебаева его зятя второй на дочь Назарбаева через фонд Назарбаева Цеснобанк поэтому вы понимаете масштабах страны 12-13 миллиардов долларов это небольшие деньги и хочу вам напомнить что Грузия провела масштабное списание почти 650 тысяч человек кредитов Азербайджан проводит сейчас списание кредитов на 800 тысяч человек и я хотел бы напомнить что наша страна по сравнению с Азербайджаном добывает нефть в 2,5 раза больше во-первых во-вторых у Азербайджана нет ни урана ни феррасплава ни алюминиевых заводов нет всех тех богатств которые прямо сейчас приходят и формируют доходы нашей стране и когда такие не очень обеспеченные я бы так сказал достаточно бедные страны проводят такие акции это просто показывает что наша страна тоже в состоянии осуществить такие действия и вернуть часть справедливости вернуть ту часть национального дохода который сейчас растекается в карманы Семину Султана Азербайджана и третье наше требование прекратить преследование Серегжана Беляш прекратить освободить четвертое наше требование дать политическое убежище нашей соотечественной Сайренголь Султбай дать ей наконец убежище чтобы она могла воссоединиться со своей семьей я пользуюсь ситуацией хотел бы сказать следующее что спецслужбы всегда всегда абсолютно когда видят что со стороны демократического выбора Казахстана существует активная поддержка тех или иных людей или общественных деятелей они стараются чтобы эти люди под пытками под давлением вышли и сказали заявление что мы не поддерживаем ДВК и так далее вот собственно так было сделано и Серегжаном Беляшем после таких многократных избиений на так называемой квартире конспиративной где якобы он сидит под домашним арестом Серегжан Беляш все равно выйдет меня слышит его семья я по этому поводу хотел бы сказать следующее лично я даже если ко мне делают такие обращения прекрасно понимаю каким образом добываются такие обращения что якобы не поддерживают демократические выборы Казахстана или какие-то критические выпады в сторону Мухтара Блязова и воспринимаю это с пониманием и пользуясь ситуацией хочу сказать что демократический выбор Казахстана будет бороться за справедливость будет бороться за то чтобы не было в нашей стране тех кого режим преследует за политические убеждения именно поэтому мы повестку наших требований включили требуем освобождение Сергея Беляша требуем политическое убежище для Саутбай Саранголь и в прошлом году 10 мая мы требовали освободить политических заключенных многие были освобождены я знаю что сегодня проходит слушание слушание в Европарламенте где обсуждаются права человека и мы сегодня ожидаем выхода специальной резолюции по Казахстану чтобы вы уважаемые граждане понимали что эта специальная резолюция не бывает просто так декларативная да она носит рекомендательный характер но так же было и с Путиным были разные резолюции предупреждающие информирующие выражающие обеспокоенность в конечном счете это закончилось полномасштабными акциями санкциями политическими экономическими и эти санкции только нарастают и будут нарастать сейчас готовится большой пакет санкций из США также были продлены санкции Европы и поэтому попытка Назарбаева делать вид что его это не касается что резолюции Европарламента он может проигнорировать это все заблуждение он прекрасно понимает поэтому это давление международное сейчас будет все больше и больше нарастать мы не должны ожидать что вместо нас кто-то наведет порядок в нашей стране я слышу комментарии что вот нужно везти в Казахстан войска ООН и так далее что вот должен быть международный суд хочу сказать что все это хорошо но в своей квартире каждый человек наводит порядок сам не ожидая что придет сосед кто-то с улиц и так далее это наша страна мы сами должны навести порядок в своей стране когда нас будут десятки тысяч когда мы будем добиваться справедливости когда мы будем добиваться смен режима вы увидите нас поддержит мировое сообщество однозначно но для этого именно мы должны сами стремиться наладить порядок навести порядок своей стране 22 марта в один часов дня по местному времени будет проведены митинги по всей стране они будут сначала сопровождаться шествиями на шествии мы обращаемся призываем наших сторонников выйти синими голубыми цветами именно цвет символ символ нашего государства голубое знамя мы призываем выйти с голубыми шарами голубыми шарфами нашими казахстанскими знаменами флажками и я уверен что шаг за шагом количество наших сторонников будет нарастать мы выходим на мирные акции мы выходим с мирными требованиями именно такого рода требования приводят к тому что власть отступает как вот сейчас после материнских протестов власть начала спешно принимать целый пакет социальных реформ ну вы опять видите что вас обманывают совсем недавно в Алжире сотни тысяч людей вышли на улицы и потребовали чтобы нынешний президент Бутафлик не пошел на пятый срок буквально две недели борьбы и нынешний президент отказался идти на выборы которые намечены на апрель этого года он отправил досрочно отставку правительства и теперь создана так называемая национальная конференция которая будет вырабатывать механизм фактически ухода этого президента после 20-летней власти которой он находился в руководстве Алжира 20 лет и алжирцы если вчера выходили с требованиями чтобы Бутафлик не шел на новые выборы то после сопротивления действующей власти они вышли с политическими требованиями они говорят мы устали от этого режима мы устали от коррупции мы хотим демократическую страну в нашей стране Насултан Назарбаев находится у власти 30 лет и мы призываем вас шаг за шагом наращивая численность наращивая количество требований добиться чтобы на митингах действительно так же нас выходило миллионы и тогда этот режим уйдет мирно без какой-либо войны без баррикад я завершаю свой эфир благодарю за внимание Алга Казахстан удачусь 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 Продолжение следует...